Почему вы решили приехать в Николаев и поучаствовать в этом мероприятии? Ответил на просьбу давних знакомых. То есть это не мое решение, это я просто сделал то, о чем меня попросили. Вообще знаете об этом клубе что-нибудь, что здесь вообще будет происходить? Естественно, поскольку Лига Украинских клубов, в основании которой я принимал достаточно участия, существует давно. Но некоторые ее мероприятия проходили в Николаеве, я здесь уже говорил, бывал по этому поводу в Николаеве. И, конечно, я знаю некоторых знатоков из этого базы. Вообще, насколько интеллектуально развита наша молодежь? На ваш взгляд? Никуда не годится. С этим просто катастрофа. Именно поэтому надо что-то делать, иначе это кончится очень плохо. А в других городах там лучше? Нет, все примерно одинаково. На самом деле ведь беда не в том, в каком-то городе, а беда в состоянии системы группирования, которую я рассматривал как бедственное. Как вы считаете, сегодня что будет, на каком уровне ребята покажут свои знания, свои умения, какие-то, может быть, навыки в этой игре? Представления не имею. И более того, было бы признаком моей вопиющей непрофессиональности, если бы я рассчитывал на какой-то определенный уровень. Боже упаси. Я должен подготовить игру, которая при любом уровне играющих была бы ими интересной. Да и вопрос в том, что интеллектуальные игры тем и хороши, что годятся и для людей очень подготовленных, и для людей подготовленных меньше. Просто как бы каждому контингенту нужно делать свой пакет вопросов. Вот когда-то мой друг, и соавтор, замечательный человек Георгий Васильев, автор Норд-Оста и половинка одного из лучших дуэтов русско-авторской песни, вообще человек чрезвычайно сказал, что, по его мнению, вопрос будет хорош, если он разделит ответивших и не ответивших в золотом сечении. То есть, если из 13 команд ответят примерно 5, а из 21 примерно 8, вопрос хороший. Это очень мудрое, я сказал, замечание, и практика показывает его необыкновенную точность и верность. Он когда даже более точно сказал Горя, я понял, в чем загадка всяких интеллектуальных игр. Надо, чтобы одни два вопросы отвечали, а другие нет. Есть два вида плохих вопросов интеллектуальных игр. Первое – это те, на которые отвечают все. Их принято называть детскими, они никому не интересны и вызывают просто обиду, как бы низко на сцене, и люди уходят очень недовольные. Второй вид очень плохих вопросов – это вопросы, на которые не отвечает никто. У нас их принято называть идиотскими. Они тоже вызывают злобу, издеваются что ли над нами, и самое главное, они совершенно бесполезны, что касается спортивной стороны игры. Никто не показывает себя ни лучше, ни хуже, поэтому при возможности такие вопросы просто выбрасывают и заменяют, но лучше их не касаются. Правда, вот, не знаю, мне кажется, мне удалось предложить игру, в которой нет детских и идиотских вопросов по сути этой игры. И сегодня я привез эту игру уже и в Николаев, чтобы показать ее здешним любителям интеллектуальных игроков. Можете немножко рассказать об этой игре, как она вообще проистекает, ну что, куда, где? Все очень просто. Это один очень длинный вопрос. Вопрос настолько длинный и подробный, что ответит любой. Я практически гарантирую, любой ответит на тонкость в том, что некоторые ответят раньше, некоторые позже. Вопрос такой длинный, что можно ответить, не дослушав вопрос до конца. И во время вопроса один раз человек может попытаться дать ответ. Чем быстрее он даст правильный ответ, тем больше игровых баллов он получит. Но если он даст неправильный ответ, поторопится, он будет лишен возможности его изменить и получит за этот вопрос ноль баллов, так же, как тот, кто не отвечал бы вообще.